Когда возраст танцу не помеха. В Наринмаре стартовал благотворительный социальный проект для людей высокого возраста по обучению бальным танцам. Грант на его реализацию в размере 250 тысяч рублей получила Федерация современного танцевального спорта Наринмара. Обучение будет проходить в Семейном центре развития и досуга «Элит» бесплатно дважды в неделю. Первое занятие состоялось накануне. За успехами начинающих бальников наблюдала наша съемочная группа. Первое занятие самое важное. После обязательной разминки будущие бальники приступают к изучению основ медленного вальса. На счет раз-два-три ученики высокого возраста повторяют за тренером каждый шаг. И это только начало. К концу урока движения становятся более плавными и грациозными. В первый день старта благотворительного проекта на урок пришли 8 учеников. Среди них и Галина Филиппова. В школу танцев она водит младшую внучку. И однажды, случайно услышав о проекте для людей высокого возраста, решила непременно в нем поучаствовать. Как я всю жизнь танцевала. Раньше в училище танцевала, в школе танцевала. И вообще даже на физкультуре в красный крест хожу. Я даже еле себя сдерживаю, чтобы мне не танцевать во время физкультуры. Поэтому это как бы мое хобби. Массу положительных эмоций, заряд бодрости и энергии своим ученикам подарила тренер Полина Панькова. Будущим бальникам наставница пришлась по душе. Чемпионка по латиноамериканским танцам соревнований Северо-Запада, Москвы и Ярославля нашла подход к представителям высокого возраста. Ножки мягкие. Когда мы шагаем вперед, ножки нас принимают вниз, наверх, вниз. Снова толкаемся, на мягкие ножки приходим. Несмотря на то, что тренеры Центра Элит уже имеют опыт работы с людьми высокого возраста, для Нарин Мара это первый серьезный опыт по обучению танцам пожилых людей. По словам директора Центра Владлены Степановой, это самые благодарные и отзывчивые ученики. Мы начали в декабре 2016 года заниматься с группами людей, инвалидов и престарелых людей из поселка Искателей. Это, наверное, самые добрые и искренние люди, которые в нашей деятельности встречаются и благодарны. То есть, если мы занимаемся с детишками, там определенная любовь и забота от них идет. А искренние подачи и улыбки, которые можно получить от своей работы, это можно увидеть на людях подобного возраста. Кстати, по задумке организаторов, лучшие пары примут участие в соревнованиях по спортивным танцам на паркете Arctic Dance, который ежегодно организует региональная федерация танцевального спорта Неницкого округа совместно с Дворцом спорта Норд. Но это планы на будущее. А пока организаторы планируют набрать две группы учеников. Обучаться искусству бального танца им предстоит до мая следующего года.